Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Президент Казахстана Нурсултан Азербайев провел встречу с президентом Арабской Республики Египет Абдель-Фатахом Ассиси, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Кастак. Наша страна заинтересована в развитии дружеских и доверительных отношений с Египтом. В этом году казахстанцы отпразднуют 25-летие своей независимости. Мы помним, что в 1991 году первым среди арабских государств нашу независимость признал именно Египет. С тех пор было многое сделано для сближения наших народов и стран, и за эти годы я неоднократно посещал Египет, сказал Назарбаев. Также глава государства обратил внимание, что две страны обладают большим потенциалом для развития транспортно-транзитных связей. В свою очередь президент Египта отметил, что египетский народ и руководство страны высоко оценивает уровень двухсторонних отношений между Астаной и Каиром. «Казахстан приветствует договоренность России и США о прекращении боевых действий в Сирии», — передает Кастак. «Мы приветствуем договоренность между США и Россией о прекращении боевых действий в Сирии и призываем все вовлеченные стороны строго выполнять ее для защиты хрупкой стабильности в стране», — сказал председатель Сената парламента Касамжумар Такаев на совместном заседании трех общих комитетов парламентской ассамблеи ОБСЕ. Напомним, подготовленный России и США проект резолюции Совбеза требует, чтобы боевые действия в Сирии прекратились в ночь 27 февраля. Создание в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ контактной группы по Украине по-прежнему является актуальным, считает спикер Сената парламента Казахстана Касамжумар Такаев, пишет «Интерфакс Казахстан». Минские соглашения и в особенности комплекс мер по их выполнению являются критически важной основой для решения этой проблемы. Время для всех заинтересованных сторон приступить к реальным действиям и воздерживаться от конфронтационной риторики. Считаем по-прежнему актуальным предложение о создании в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ контактной группы по Украине, сказал он, выступая на совместном заседании трех общих комитетов парламентской ассамблеи ОБСЕ накануне в Вене. Нельзя допустить появление еще одного замороженного конфликта на пространстве ОБСЕ, подчеркнул спикер. Выборы в Можилис Парламент Казахстана в марте этого года будут открытыми и справедливыми, заявил спикер Сената Парламента страны Касамжумар Такаев на совместном заседании трех общих комитетов парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает «Интерфакс Казахстан». По словам спикера Сената Казахстан, несмотря на кризис, решительно идет по пути институциальных реформ. В прошлом году президент Казахстан отдал старт реализации плана нации. Речь идет о реформе государственного аппарата, усилении верховенства закона, диверсификации экономики и развитии бизнеса, укреплении казахстанской идентичности и единства, создании транспарентного и подотчетного государства. С этой целью парламент принял 59 законов в повестке дня десятки других законов, отметил он. Совет Ассамблеи народа Казахстана сегодня на заседание выдвинул девятерых кандидатов. Депутаты Можилиса парламента сообщил «Интерфакс Казахстан». Досрочные выборы депутатов Можилиса парламента Казахстана, избираемых по партийным спискам, назначены на 20 марта 2016 года. Выборы депутатов Можилиса, избираемых АНК, на 21 марта. Авиационные и наземные силы, средства поиска и спасения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа России передислоцируются в Казахстан для встречи экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М», передает «Интерфакс». В поисково-спасательном обеспечении посадки «Союза» принимает участие около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8, 4 самолета Ан-12 и Ан-26, 18 единиц автотехники повышенной проходимости. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факты» и мы продолжаем. Противопаводковые работы ведутся в соответствии с графиком, учтены практически все риски. В этом на пресс-конференции заверил заместитель Акима города Жандоса Баирханов. Представитель противопаводковой комиссии рассказал о самых опасных участках Ак-Тубе в плане подтоплений и о том, какие работы проводятся и будут проводиться для того, чтобы обезопасить жителей города и прилегающих к нему поселков от весеннего половодья. Сегодня в брифинге, состоявшемся в здании Акимата Ак-Тубе, кроме первого заместителя Акима города Жандоса Баирханова, участвовало руководство городского ЖКХ, управление по ЧС и военно-мобилизационной работы и компании «Тазалык». В начале встречи зам Акима объяснил, почему не провел выездное заседание комиссии и показ техники на месте нового штаба. По словам Жандоса Баирханова, техника более полезна, работая на улицах города, чем выставленная на показ для чиновников из СМИ. Городской противопаводковый штаб будет открыт 1 марта и разместится на территории ТО «Ак-Тубе» Гордорстрой. Но уже сейчас горожане могут звонить в круглосуточную аварийную службу 109. Хотя, по словам представителей комиссии Акимата, городские районы в этом году с достаточной долей вероятности избежат подтопления, так как работы по вывозу снега и откачке талых вод ведутся на протяжении двух месяцев практически круглосуточно. Талая вода в этих местах, по мнению чиновников, сильно не поднимется и может высохнуть в течение недели. Сильного затопления мы не видим, то есть во дворах будет вода стоять, это время веления, это от 3 до 10 дней максимум, скажем, да. Конус тоже у нас, то, что я сейчас на докладе вам говорил, опасные участки, особо опасные участки. Вот два участка. Вот поселки. Мы все опасные участки определили на карте. В каждом участке у нас закреплен наш сотрудник. Остается иск половодия в дачных массивах близ рек. Это участки по проспекту Нокина, 312 стрелковой дивизии и АЗХС. В рамках информационной работы жителям более 500 дачных домов розданы памятки с предупреждениями об опасностях весенней стихии. Кроме того, опасности подтопления подвержены некоторые дома в районе Авиатор и поселке Жанак-Аныс. Там работники ЖКХ к 5 марта завершат прорезать новые русла стока талых вод. Что касается Авиатора, какие мероприятия мы проводим. В степи массовое производительное устройство установлено в заградительных снежных полос. Сейчас мы там мероприятия проводим такие, чтобы режем канавы. Устройство там существующего дамба есть, укрепляем. И для отвода талых вод предусмотрен устройство временно пропускной канал. Этой зимой на городской полигон вывезено более 200 тысяч тонн снега. На откачке воды работает 110 осенизаторских машин, а на вывозе снега более 100 самосвалов. Если же в самый разгар паводка этих машин не хватит, то, как заверил Жандос Байрханов, будет привлечена дополнительная техника от крупных строительных компаний. Кроме того, проведена проверка городских водохранилищ. Их состояние и работа оценены как удовлетворительные. Всего на проведение противопаводковых мероприятий заложено 147 миллионов тенге. По словам зама Кима, в этом году количество зимних осадков в три раза превышает среднегодовую норму. Всего в октябре выпало 230 сантиметров снега. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». На территории области участились случаи отравления угарным газом, сообщает в ДЧС. С начала года зафиксировано 20 случаев, в результате которых люди получили тяжелые травмы по этой причине. Как правило, все они пользовались домопечным отоплением или неисправным газовым оборудованием. Все факты отравления угарным газом связаны с халатным отношением граждан к отопительным устройствам. Пренебрежением требований пожарной безопасности, неправильной эксплуатации печей и газового оборудования. Это все увеличивает количество травмированных от угарного газа. Причем зачастую люди получают отравление не в одиночку, а целыми семьями, где есть дети. И для этого, чтобы предотвратить отравление угарным газом, жителям Актюбинской области следует выполнять простые правила пожарной безопасности. Соблюдать элементарные требования при эксплуатации электронагревательных приборов устройств печного отопления. Актюбинские пограничники задержали трех нелегалов, пытавшихся пересечь границу с Россией на поезде. Сегодня в 5 часов утра на пункте пропуска Киргильда, неподалеку от поселка Олимбет, пограничный наряд заметил нескольких мужчин, которые пытались проникнуть на грузовой поезд с сообщением Никельтау Орск. Военнослужащие попытались задержать нарушителей, но те оказали сопротивление. Схватить удалось только одного. Только через час двоих избежавших нелегалов отыскали в поселке Олимбет. В ходе следствия было установлено, что нелегалы прибыли в Актюбе из республики Узбекистан. Здесь их пообещали переправить в Россию, довезли до поселка Олимбет на машине и указали на грузовой поезд. Но благодаря бдительности пограничников, один из каналов переправки нелегалов к северному соседу был пресечен. Сегодня глава региона встретился с руководством, металлургами и горниками АОТНК «Касхром». Рабочее совещание было посвящено вопросам выполнения производственной программы и соблюдения условий коллективного договора. С первых минут встречи с рабочими АЗФ и Донского ГОКа Акимобласти подчеркнул, что это последняя в списке крупная компания нашей области, запланированная им для посещения. С коллективами всех предыдущих Бридбек Сапарбаев уже провел совещание, главной целью которых являлось сохранение высоких производственных показателей и социальной стабильности. По поручению президента и правительства мы принимаем все меры, работаем с нашими крупными компаниями, с ними постоянно находимся на контакте, проводим совместно различные анализы. Но самое главное, нам надо сохранить рабочие места и не допустить образования задолженности по заработной плате. Как сообщил в своем докладе президент компании «Касхром» Виктор Тиль, минувший год можно назвать успешным. Заработал четвертый цех, который представляет собой новейшее инновационное производство. Правда, пока еще не на полную мощность. Добиться этого планируется в текущем году. Объемы добычи хромовой руды также способствовали хорошим показателям металлургической области. Донской БОК в 2015 году справился в целом по добыче. У нас шахта молодежная, как обычно, рапортовала выполнение плана еще где-то в середине декабря. В целом, работа Донского БОК обеспечила возможность работы в расплавных наших заводах. Большое внимание на встрече было уделено также выполнению обязательств в рамках коллективного договора. Глава региона отметил, что в Казахстане не так много социально ориентированных компаний. Казхром тоже можно отнести к их числу. Сейчас на предприятиях акционерного общества трудится порядка 11 тысяч аксюбинцев. Их средняя заработная плата составляет 150-160 тысяч тенге. В этом году предприятие смогло повысить заработок своих сотрудников на 10%. Все это рекомендовано сохранить и в будущем. Итогом совещания стало подписание меморандума между Акиматом области, руководством ТНК «Казхром» и территориальным объединением профсоюзов. Ирина Гудзь, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». К 192 квартирам, распределяемым по программе казахстанской ипотечной компании, добавились еще 9. Они расположены в доме по улице Ленинградская. Прием документов на арендное жилье начнется 29 февраля и закончится 18 марта. Особенность нынешней компании в том, что очередники должны будут подавать документы только в электронном формате. С 29 февраля по 18 марта текущего года от очередников местного исполнительного органа будут приниматься документы по казахстанской ипотечной компании. Документы будут приниматься в электронном формате. То есть каждый очередник, используя свою электронную цифровую подпись, посредством интернета может зайти в программу ЕГОВ и подать заявление в электронном формате. Хотелось бы сказать, что заявление будет подаваться на два объекта. Это БАЦ-1, а также несколько квартир по улице Ленинградской. Выпускники октябинских колледжей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут трудоустроены. Соответствующий документ был подписан сегодня в городской администрации. Молодым людям готовы предоставить рабочие места порядка 10 октябинских предприятий. Порядка 50 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заканчивающих в этом году колледжи, могут быть спокойны за ближайшее будущее. Получив диплом, они тут же будут трудоустроены. О своей готовности принять выпускников заявили сразу несколько предприятий ОКТУБЕ. Сегодня мы специально выбрали такие предприятия, в основном нуждающиеся в специалистах медицины, образования, строительства, различных технических специальностей. Поэтому мы считаем, что везде их можно устроить. Для этого надо, чтобы работодатель с пониманием отнесся к этой проблеме. Меморандум об оказании содействия в трудоустройстве был подписан городским акиматом, работодателями и городским филиалом партии Нур-Утан. Как отметил глава администрации Бигбол Сагын, работа по оказанию всяческой поддержки сиротам будет продолжаться и дальше. Особенность этого меморандума в том, что он выступает в качестве дополнительной поддержки детям и социально незащищенных слоев населения. В прошлом году нам удалось трудоустроить почти всех выпускников средних специальных учебных заведений. В этом году мы поможем еще большему количеству ребят. За последние годы 340 ребят прошли адаптацию в областном доме юношества. Говорит его директор Жанна Дюсембина. 78 из них получили высшее образование, 155 – профессиональное техническое. Но вопрос с трудоустройством всегда был болезненным, поэтому поддержка, оказанная властями, по ее словам, бесценна. Асель Кинжалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Врач Джолдас Кульжанов делился опытом с коллегами, консультировал больных и проводил операции. Весть о том, что в городе мастер-классы дает знаменитый травматолог и ортопед, облетел Ак-Тубэ. В гости из США врачи БСМП вели своих пациентов. А ближе к вечеру мастер своего дела, профессор департамента ортопедии университетской клиники из Сент-Луиса, провел брифинг для журналистов. Джолдасу Кульжанову есть чему поучить аксюбинских медиков. Американский врач является членом Ассоциации ортопедии и травматологии, которая активно изучает и применяет методы лечения знаменитого академика Элизарова. Сейчас лечение по методу Элизарова используется во всем мире. И наш город не исключение. В больнице из хора медицинской помощи, в которой Кульжанов провел курсы и делал операции, тоже использует знаменитый метод. Сегодня гость провел показательную операцию ортопедического профиля. Вопрос состоял, значит, или оперирует, значит, протезирует этот больной, или, значит, ну, не оперирует. Мы предложили вариант вчера после обхода, предложили вариант минимальной операции, потому что эта операция спокойно делается в течение получаса. И спокойно, ну, полчаса, час. И это с закрытым методом. Мы зафиксировали, больная сейчас нормально. Поэтому вот эти методы, как раз мы хотим с вами делиться там. Всем так называемый закрытый метод фиксации перелома, конечно, понравился. Но одно дело посмотреть, а другое дело испытать на практике, говорил сегодня доктор, давая понять, что проводить такие операции сможет не каждый. Но при дальнейшем сотрудничестве между клиниками наши врачи смогли бы набраться знаний и опыта у американских коллег. Тем более, что уровень знаний у актюбинских специалистов, как заметил Кульжанов, неплохой. Более того, в скором будущем в Актюбе медицинские светилы и чиновники из облздрава планируют открыть новый травматологический центр, где будут лечить тех, кто получил серьезные травмы, в частности, при ДТП. Это тоже необходимо с сегодняшнего дня. Туда выйдут несколько клиник нашей области. Кластер будет создаваться для того, чтобы мы могли обслуживать пациентов западного региона, куда входит от Равахта Уральск, половина Казалардинской области и Актюбинская. Это цель наша. Если вы видели там холливудские картины, где показывают, бегают, это действительно не холливудский сценарий, а вот действительно так мы обычно работаем. Но создание вот таких ургентных приемных покоев, потому что все-таки от приема покоя начинается вся остальная деятельность. Кроме этого, мы хотим создать программу ЭТЛС Advanced Normal Life Support тем, чтобы 40% умирающих больных, они оказывали достаточно довольную помощь в первых этапах до госпитальной фазы. Это потому что многие умирают вот в этом периоде. О тонкостях своих наработок врач Кульжанов рассказывал не только местным врачам, но и другим казахстанским коллегам, как правильно провести операцию, как потом вести больного. Все это у нас очень сильно отличается от зарубежных методов. Кстати, сама операция, проведенная сегодня 72-летней пациентке, и последующая реабилитация под наблюдением врачей, проведена бесплатно. Ну и больше всего такие операции нужны пожилым людям, отмечают медики. В нашем регионе количество потенциальных пациентов ортопедического отделения постоянно растет. Ряза Цакева, Алексей Уразов, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова